Сегодня они с неподдельным интересом собирают модели ракеты, масштаб 1 к 144. А ровно 50 лет назад Сталь Денисов и Борис Соколов, тогда конструктор и проектант, собирали такую же «семерку», только в натуральную величину. В январе 1960-го первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 была поставлена на боевое дежурство. Были случаи, когда мы приходили на работу утром, а уходили вечером следующего дня. Ее начали проектировать еще в 1953-м, а уже в 1957-м ракета Р-7 вывела на орбиту не бомбу, как мысли в Генштабе, а первый искусственный спутник Земли. История этого носителя как торжественный марш победителей от одного космического триумфа к другому. «Семерка» сыграла решающую роль в Холодной войне. Тогда начальный этап ракетной гонки американцы проиграли вчистую. Это соревнования двух систем. Весь Советский Союз окружен базами. А как ответить, если начнется какая-нибудь заворога? Вот она как раз и предназначалась для того, чтобы нанести ответный удар. Создавалось Р-7 колоссальными темпами. Каждая деталь проектировалась заново. Искали новые решения, совершая при этом настоящие технические открытия. Например, вот эти поворотные двигатели. До сих пор на каждом носителе 12 таких установок. Революционная технология того времени. Вот это решение, впервые реализованное в Советском Союзе, послужило основой для применения на российских и других иностранных ракетах и ракетных двигателях вот такого решения. Сталь Денисов усовершенствовал многие детали той самой первой ракеты Р-7. Для этого силового кольца центрального блока ракеты предложил новый сплав, который тянулся и был намного прочнее прежнего. Потом предложил новый кронштейн. Р-7 от таких доработок только выиграла. Более надежный, более легкий. И когда Сергей Павлович подошел к моему кульману, на котором это была разработка, он сидел долго, смотрел, потом сказал, кто придумал. Ну, меня, значит, так тихонько вытолкнули вперед. Он сказал, ну, молодец, будет летать. Конец 50-х. Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Так она рождалась и становилась легендой, унося в неизведанные дали сначала спутники, потом собак, а затем уже и первого космонавта планеты Земля. Ракета приобрела двойное назначение – мирное и военное. Для боевого дежурства ракеты к космодром Байконур не подходил. Решили строить другую стартовую позицию – объект Ангара под Плесецком. Место особой секретности. Однако для боевого служения Р-7 не подошла. Там открытые уязвимые стартовые площадки, немалое время подготовки к пуску, а в заправленном состоянии ракета могла находиться всего 30 дней. Для военной ракеты это мало. И Р-7 суждено было стать только мирным носителем. Вначале она сдержала угрозу вот этого ядерного нападения, а потом она стала мирной. С 57-го Р-7 претерпела 12 модернизаций. В зависимости от назначения она называлась «Утника», «Востока», «Волния», «Союзом». Но все эти ракеты остаются все той же «семеркой» – самым совершенным носителем. Сегодня эта ракета-носитель «Союз» – надежная, как говорят специалисты, на 4 девятки. Это значит 99,99 успешных пусков. Первая любовь, она всегда сохраняется. А если она сохраняется в течение 57 лет, то это как золотая свадьба. Сегодня им даже любопытно собирать эту маленькую модель родной ракеты. Руки знают каждую деталь. Память как будто возвращает на 50 лет назад. Уже тогда они знали – у их великолепной «семерки» большое будущее. Она будет летать еще до конца 20-х. До бриллиантовой. Да, да, да. В ближайшие десятилетия будет летать. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать!